и давайте кто отгадает где я с первого раза тут нигде не написано вон там написано тут нет это твой дом это твой дом и мы сейчас возле орехов находимся ну как оператор покажи что за орехи близко покажи вот так вот ткни туда это как они бразильский орех и тут короче не значит такой вообще это знаете торт было с торта величие сыпали сюда и все и вот это вот покажите вот обязательно это у нас кедровые орешки цена у них 300 это 3300 получается за килограмм ну давайте возьмем допустим макадами смотрите собственно что я хотел сказать как всегда орехи 3300 стоят где у них срок годности нету сука дата печати есть недельку назад почти срок годности нет ни тут ни тут значит что мы делаем смотрим давай покрутим может где-то на этом месте нету сука нигде значит что мы делаем естественно мы убедились что это без срока годности большая вероятность из того что это просрочка но в принципе да то есть магазин в принципе дорогой здесь все цены реально подороже процентов на 20 чем в обычном магазине то же самое если продает на суть вот в чем где а вот мы естественно берем макадамии будешь мы это так блин где мы это вот завяжем естественно мы это пожарим потом фраку взвесим пожарим оплатим а потом отдадим обратно скажем верните деньги потому что эта просрочка здесь мы еще такого никогда не пробовали поэтому сейчас попробуем макадамии да пошли за макадамии баб моя любит макадамии поэтому сейчас насобираем макадамии немножко макадамии тоже смотрим срок годности нету ни тут ни тут бардак сука абсолютно не любят потребителя вот не любят чего-то не решили что потребитель должен на слово верить им что она свежая вот допустим я съел их да и отравился насмерть прямо отравился все вздох и потом естественно разбирательство чё да как и оказалось я ел эти орехи естественно пришли сюда смотрят а здесь даже опознавательник нет естественно их накажут и причем жестко тебе только хватит или больше мне кажется не съешь надо будет час есть но чтобы на халяву поэтому нет вы не подумайте мы если хотим то мы покупаем и дома кушаем но здесь то ради эксперимента ради того чтобы вам показать чтобы вы знали мало ли у вас такая стрессовая ситуация будет что денег нет а сильно хочется макадамии пошли смотри сколько макадамии стоит 3 рубля они короче если не чищены они дешевле гораздо раза в 3 за рубастом за 1500 до против 2 раза дешевление когда они чищены но примерно по весу значит так и получается и за 500 рублей у нас кто это кедровый ну чё мы сделаем что сейчас сделаем мы сейчас пойдем в буфет их много не съешь я один наверно только вот это могу съесть это через силу поэтому мы отсюда пожрем отсюда половину сожрем закусим супчиком чем-нибудь и пойдем все это вернем покажи где мы это короче кафешка столовая не знаю в своем доме здесь так себешная еда недорого и ну и терпимо на вкус самое главное что хотел сделать пока оператор ест супчик вот значит наши орехи мы еще не заплатили конечно но уже будем жрать какой мерзкий парень как он мерзко жрет и чапкает и чмокает как он мерзко обрезал эти руки фу сука дебил вот так вот мне писали как будто я сука для них конкурс красоты устраивают мне нравится сиди порнуху смотри сука правильно на самом деле они горькие что-то беспонтовые но нет они действительно должны немножко горьковат это же типа я же не знаю типа елки до пихта елкой даже не знаю как пробуем акадами маленькие огромные сука пять штук съешь и все интересно он тонет или нет да тонет утонул нахер не плавает ну знаете так почти утонул когда ешь нахаре вот так приятно так вкусно по идее кстати она и вкусно но если бы я купил вот эти вот вот это вот как эту херню бы купил и они были бы горьковат я сказал ну ничего и все равно бы ел потому что уплачено сука здесь когда бесплатно то ты уже такое вкусно невкусно горьковато и просто поехала так всем пис раздвиги средим сколько захотим и заплатим и вернем вот в общем пробиваем покупаем так спасибо 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 где у вас пункт обслуживание вот там да а как да нет у меня же человек есть нормально а нам бы с ответственным заместитель директор кто-нибудь просроченный товар качество конечно они они у вас без сроку годности давайте позовем позовем поговорим с отрешен и надо было мне просто сказать что то на развес здравствуйте а не давайте сначала вы вы продавец я хочу я услышал да что есть проблема с ореховыми на сервис центра позвонили и сказали что они просрочены я пришла продавца который занимается по срокам просто по фруктов штучных вот она пришла позвонила мне сказала что у нас ящик кладу на вес на весы тут и соответствие веса ну да есть я я пробовал просто действительно свежие или нет так а почему они просто ну вот просто если скажите что они мне не просрочены вы докажете это я вообще без претензий коробка рассказе а не с этикеткой ну хорошо с этикеткой вы сейчас принесете коробки этикетка как вы докажете что это именно эти орехи 100 коробки они нас приходят раз в неделю ну и что я да я не могу вот я скажите скажите как я буду понимать как потребитель даже к я и думаю я поступлю на дачу к вы вопрос в том что я боюсь есть потому что они просрочены и и не могу я могу прям сейчас при вас снять и нет дело в том что анализируют все прям давайте все все нет ну потому что смотрите давайте здесь тоже смотрим паспорт нету просрока откроем внутри посмотрим это уже была просрочка да почему хорошо паспорт паспорде принести да нет вы не понимаете это делается сразу я знаю сразу как конфетки допустим высадки паспорт согласен да почему не сделали почему там не сделали замечательно и это исправлю виноваты до меня этого достаточно я вроде не отравился но если я отравлюсь и приду то это если я сдохну она придет скажет что ты за вас хорошо давайте сделаем возвратных на просрочен а вам вы оплатили да и мы оплатили а чек собой да пойдемте пойдемте который выставлял как-нибудь наказанную струк может быть вы ему не проводили этот этаж как надо делать знает но начата его косяк конечно наказать пожать посадку было нам сказали что мы на заметки но я вы будете у нас известны в твоем доме да но я живу рядом часто там да есть просто я не беру ну как баб моя виновата она не берет супер сумма 1179 600 и 600 где-то так и было да правильно там то есть у вас будет списана не эта сумма а меньше вот на эту понятно да 650 и 528 да я понял те это нормальный продукт все спасибо что скринчики потом приклеить и бездами вот так вот и что самое хотел ну главное сказать что он по факту да то есть человек сам который занимается здесь вот этим вопросом офис он сказал что продавец который делает это он в курсе в курсе что паспорт продукта должен сразу классно понимаете то есть это не я докапываюсь это безалаберные отношения немножко чухам это утро короче и следующий день сразу же на следующий день я зашел сюда повод орехи посмотреть собственно как они этот ответственно отнеслись к делу сделали как положено чтобы им динтификация сейчас посмотрим так вот наши орехи все идем как бы снаружи ничего нету ну нету снаружи вот наши кедровые орешки мы вчера ели 3 до 30 рублей все и посмотрим может внутри о есть вот он паспорт вот так вот человек сможет смотреть и осознать свежий продукт или нет но и макадамия нормально молодцы нет вот так вот вот он работник который ответственный забил и все ему сказали что купили так и недовольны и он это и сделал остального нет а может быть даже он их искал но не смог найти но списывать не захотели замечательно я сейчас зайду обязательно пожалуюсь обязательно за пожалуюсь новом всем хорошего дня настроение пока